Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Руслан Жукаев. В Карачаево-Черкесии в рамках декады приемов граждан, посвященной Дню образования партии «Единая Россия», открыты десятки площадок в районах и городах республики. Сегодня в Черкесске жители могли обращаться к председателю Народного собрания Карачаева-Черкесии Александру Иванову. С вопросом о выплате детских пособий на прием пришла супруга в мобилизованного мать двоих детей. Причина отказа – семья не подходит по имущественным критериям, также не относится к малоимущим. Александр Иванов предложил коллегам-парламентариям рассмотреть возможность разработки законодательной инициативы. По ряду других вопросов обратившиеся спикеры и руководители общественной приемной Марат Хубиев обещали всемирную помощь в содействии. С вопросом об укомплектованности мебелью нескольких классов школы города Черкеска номер 10 приемно обратился директор и завуч данной школы. Александр Иванов связался с руководителем Черкесского отделения партии «Единой России» Алексеем Ганшиным, который взял этот вопрос на личный контроль. Не с вопросом, а со словами благодарности в этот день в общественную приемную пришли представители Всероссийского общества глухих и воспитанники специальной школы-интерната первого вида города Черкеска. Ранее они обращались к спикеру с просьбой оказать финансовую помощь, необходимую для поездки детей на Международный фестиваль национальных культур «Алтын-Майдан» во Владикавказ. Александр Иванов просьбу выполнил, и вот сегодня ребята пришли в кабинет уже в статусе победителей. Делегация также поблагодарила депутата Игоря Гонова за помощь в организации поездки на фестиваль «Утренняя звезда», который прошел в Мордовии. Депутата Эльдара Салпагарова за организацию познавательной поездки на Сауран. Сегодня в Черкесске в канун Международного дня инвалидов торжественно открылся центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. Учреждение, созданное на базе Республиканской школы-интерната, посетили почетные гости – члены правительства и силовых ведомств Карачаева-Черкесии. На мероприятие побывал и наш корреспондент Артур Мкце. Марат учится в стенах этого учреждения второй месяц. С открытием при Республиканской школе-интернате центра для детей с ограниченными возможностями здоровья у взрослых появилась надежда на успешную социализацию особенных ребятишек. Каждому нужно иметь индивидуальный подход, потому что требует это сама психология ребёнка. В процессе работы, в процессе общения мы уже понимаем, чего им надо от нас, и мы чего хотим, получаем. Иногда, конечно же. После ремонта здания центр с 1 сентября текущего года начал принимать деток из разных населённых пунктов Карачаева-Черкесии. Кого-то из ребят родители приводили в первые же дни. Другие адаптировались к образовательному процессу значительно дольше. Впрочем, первостепенная задача, стоящая перед педагогами учреждения, дать понять воспитанникам, что те действительно способны на многое, а их таланты безграничны. Вы знаете, мы не ожидали, что будет такой большой наплыв именно детей с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день у нас их 70 детей. У нас идет социальная помощь, логопедическая помощь, дефектологическая помощь, у нас есть кабинет ЛФК, психологическая помощь и обычная учебная программа. У нас есть именно столярная мастерская для мальчиков, у нас есть швейная мастерская для девочек. У нас также есть кабинет социально-бытового обслуживания для детей, чтобы они адаптировались в нынешних условиях. Мероприятие приурочили ко дню инвалида. В гости к учителям центра и их подопечным пришли представители правительства республики и силовых ведомств Карачао-Черкесии. Дорогие педагоги, дорогие родители, я хочу вас поблагодарить за терпение, заботу и любовь. И то внимание, которое вы дарите нашим, вашим деткам каждый день. Сегодня в этой школе работает команда профессионалов, которая делится своими знаниями, которая делится своей любовью, частичкой своей души. Педагогам и учащимся были вручены почетные грамоты и подарки за упорство, труд, а также за различные успехи. Мария Мгербекова – одна из тех, чьи победы в конкурсах вокалистов не остались незамеченными. Причем для нее пение, без преувеличения, вопрос жизни. Я участвовала в конкурсе в Москве, я выиграла лауреат первой степени. Еще также я участвовала в Сочи, выиграла гран-при. У нее открытый порог сердца, открытое овальное окошко, у нее вражденный порог сердца, даже можно сказать. И нам врачи когда сказали, ей надо петь и петь и петь для того, чтобы разрабатывать сердечную мышцу, нас в 2010 году хотели оперировать. Всерьез, можно сказать, с полутора лет она начала петь дома. Слова еще не знала, но она пела какие-то мелодии, исполняла. В этот день для почетных гостей образовательного учреждения со сцены звучали песни, демонстрировали сценки, касающиеся жизни особенных деток. Ребята показали зрителям, что они действительно многое умеют. Главное – найти к ним правильный подход. Артур Махцемухамед Ташибоков, Вести, Карачао-Черкесия. Сегодня к Международному дню инвалидов в Республиканском детском доме-интернат «Забота» подготовили концерт для его воспитанников. Дети с большим удовольствием приняли участие, получили много позитива и хорошего настроения. Альбина Ламкова продолжит тему. Селились воедино, как в русле река. Ибрагим Батчаев вместе с друзьями из дома-интернат подготовили концертные номера. Ему 15 лет. Любит общаться со сверстниками. Здесь он получает понимание и заботу от педагогов и воспитателей. Из любимых занятий люблю поиграть в мяч и шашки. Тут как раз-таки меня научили и читать правильно, и писать. Вот почерк мой плохой очень, но мне помогают, и у меня почерк со временем становится лучше. А кто твой любимый писатель и произведение? Ну, наверное, Пушкин. Организаторы подготовили программу таким образом, чтобы никто из присутствующих не почувствовал себя обделенным. Со сцены звучало множество теплых слов и добрых пожеланий от гостей мероприятия к воспитанникам и работникам дома-интернат. Желаю огромной-огромной удачи и радостных глаз ваших воспитанников, наших друзей. Добро по расписанию не делается, поэтому, когда мы нужны, зовите. Дети из музыкальной школы микрорайона Московского и воспитанники Дома культуры Аула Кубина подготовили яркие номера, среди которых игра на музыкальных инструментах, хоровое и сольное пение. Исполнялись классические, народные, современные музыкальные произведения. А девчонки подарили прекрасное настроение, спев о лете. Когда дети услышали игру на национальной гармонии, ноги пустились в пляс. На протяжении всего праздника в зале царила необыкновенная атмосфера домашнего уюта и теплоты. Полный аншлаг. Аплодисменты от чистых сердец воспитанников Дома-интернат сопровождались весь праздник. Одно удовольствие петь для детей, отметила артист эстрады и кино Шервани Мурдалов. Они подарили исполнителю позитивную атмосферу душевного тепла и единства, а ещё неподдельное чувство радости. Более благодарного зрителя, чем эти детки, они не найдут. Это, во-первых. Во-вторых, такие концерты нужны не только для того, чтобы порадовать детей, но и нам, артистам, чтобы выровнять самооценку и разбудить в себе человеческие чувства, которые притупляются в погоне за рейтингом, за заработками. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Чекесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. КОНЕЦ В Карачаево-Черкесии местами осадки, дождь и мокрый снег. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 11-14. Температура ночью минус 3 плюс 2, а днём 1,6 градусов выше нуля. Ночью и утром местами на дорогах гололедица. В Черкесии дождь и мокрый снег. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 14-ти. Температура ночью 0 плюс 2, а днём 1,3 выше нуля. 17 декабря. Ярослав Забашный. В Кисловодском цирке. Спешите. 5-8-5 золотой. Лучший момент. Сейчас. Сейчас скидка до 70%. Золотой подвес с бриллиантом и изумрудом. Всего от 4 680 рублей. Лучший момент. Сейчас. 5-8-5 золотой. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Сегодня около 2-х часов ночи сотрудники ГИБДД во время несения службы в станице Зеленчугской заметили автомашину «Мерседес», которая двигалась с выключенными световыми приборами. Включив звуковые и световые сигналы на патрульной машине, полицейские начали преследование. Через полтора километра сотрудники ДПС обнаружили автомобиль, водитель которого не справился с управлением и допустил наезд на забор заброшенного дома. Полицейские незамедлительно вызвали на место происшествия скорую помощь. Медики констатировали смерть водителя. Обстоятельства дела выясняются. Через полтора километра данная машина была обнаружена с техническими повреждениями. То есть водитель не справился с управлением, допустил съезд с автодороги и совершил ДТП. На место были вызваны скорая помощь и сотрудники МЧС. После чего сотрудниками скорой помощи была констатирована смерть водителя от полученных телесных повреждений. В Карачаево-Черкесии задержаны сбытчики при габалина, маскированное вещество под камнем. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Карачаево-Черкесии получили оперативную информацию о возможной причастности двух жителей Пятигорска 92-96 годов рождения к незаконному обороту запрещенных веществ. При проверке сведения подтвердились. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские на одной из улиц Черкеска остановили машину с подозреваемыми. В салоне автомобиля стражи правопорядка обнаружили и изъяли 54 предмета округлой формы, внутри которых находилось по 15 капсул. Также в багажнике транспортного средства было найдено еще 4000 капсул, распасованные в полимерные пакеты. Кроме того, в черте города Черкеска оперативники обнаружили три тайника, которые злоумышленники успели оборудовать до задержания. Выяснилось, что запрещенные вещества сообщники специально маскировали под камни для их скрытого сбыта бесконтактным способом. Исследование изъятое установило, что это сильнодействующий препарат пригаболин общей массой свыше двух килограммов. Следственным отделом МВД России по городу Черкеску по отношению двух жителей города Пятигорска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного в части 3 статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть за незаконные обороты действующих веществ на территории Карачаево-Черкесской республики. Санкция данной статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. В настоящее время подозваемые задержаны в порядке, под рассмотренным статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса, и в отношении них избраны меры пресечения в виде заключения по стражу. В рамках уголовного дела были назначены и проведены ряд судебных экспертиз и собрана доказательная база. В Управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД Покорачаева-Черкесии состоялся брифинг. Темой обсуждения стало правовое воспитание молодежи. Сотрудники ведомства рассказали, насколько важно быть внимательным к своему ребенку и как преступники могут вовлечь детей в распространение наркотических средств и психотропных веществ. Предупредили и об административной и уголовной ответственности те, кто нарушит закон. Уголовная ответственность за преступления, связанные с распространением незаконных веществ, наступает с 16 лет. Если преступление было совершено до наступления указанного возраста, в таком случае ответственность несут родители. Их лица, и их заменяющие опекуны, по решению комиссии по делам несовершеннолетних. За 10 месяцев 22-го года на территории республики зарегистрировано 510 преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Из них тяжких и особо тяжких составов 259, связанных с хранением 293, со сбытом наркотических средств 179. Вместе с тем в суд направлено 3 уголовных дела, возбужденных по преступлениям, предусмотренным статьей 228.1, то есть по факту сбыта наркотического средства, N-метилэфедрон, несовершеннолетними или с их участием. Фигуранты этих дел – несовершеннолетние жители Ставропольского края. В здании филиала Ростовского государственного экономического университета состоялась встреча с участием представителей силовых ведомств мэрии, Черкеска и Духовенства. Студентам рассказали о важности профилактических мероприятий и антитеррористической направленности. Эксперты поделились своими знаниями и опытом о проблеме. О том, как не попасть под дурное влияние членов преступных групп, на что стоит обратить внимание, когда пользуешься социальными сетями, для чего необходимо проведение подобных встреч. На этих мероприятиях рассказывается, что такое национальность, какой должен быть поступок у этого человека, независимо от его принадлежности к национальности. И на эти мероприятия мы приглашаем не просто каких-то там чиновников, на эти мероприятия приходят представители духовенства, силовых структур, то есть люди, которые всю жизнь себя отдали к какому-то направлению и хорошо разбираются в этом. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите программу «Дуэты». Хороших выходных и всего доброго!